И вот возвестил Господь твой, «Если вы будете благодарными за дарованные мной блага, то я непременно умножу вам блага». «А если будете проявлять неблагодарность, поистине наказание мое однозначно сильное». Священное Коран, Сура Ибрагим, 7 аят. Аллах говорит, если вы покажете хотя бы немного малое количество благодарности, Он не просит многого. «Я возвысил вас в степенями, приумножу вам, приумножу вам и приумножу вам. Я непременно приумножу вам». Самая сильная речь, которая может быть использована. «Если ты можешь показать хотя бы немного благодарности, то я умножу тебе». Здесь вы можете задаться вопросом, «Благодарность кому?» Это может быть благодарность Аллаху. Но Аллах не упомянул себя, поэтому это может быть благодарность Аллаху. Благодарность тем людям, которые стали причиной блага от Аллаха. Родителям, вашему учителю, благодарность за здоровье, благодарность вашим друзьям, благодарность всем, кто хотя бы один раз делает для вас благо. Благодарность работодателю за работу, признательность. Если бы мы могли просто быть благодарными, если бы мы могли быть просто признательными в жизни, мы бы получили все. Благодарность – это не просто сказать, «Алхамду лиллях, хвала Аллаху». Благодарность – это ваше поведение, это ваше отношение к жизни, это ваш контракт с Аллахом, который дал вам эту жизнь. Благодарность – это ваше мышление. Правда? Вы постоянно и всегда благодарны. Если бы вы могли проявить немного благодарности, то что говорит нам Аллах? Я клянусь, я непременно умножу вам. В этом нет никаких сомнений и не должно быть. А если мы посмотрим на красоту этого аята, то заметь, что Аллах обычно не использует местоимение «я» в Коране. Он использует «мы». Например, в суре Аль-Бакара, аят 155, мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества людей и плодов, обрадужив терпеливых. Но в нашем случае он использовал «я». Это встречается в самые напряженные случаи в Коране. Возникает вопрос, что Аллах примножит нам? Это потому, что вы можете сказать, «О Аллах, примножь мои знания, примножь мою мудрость, примножь мой сабр, мое терпение, даруй мне терпение, или приумножь мое богатство». Обычно мы говорим «Роб беззиднея эльмен». И мы не говорим это просто «Роб беззиднея». Мы не говорим просто «примножь». Мы говорим «Примножь мои знания, полезные знания». Аллах так же говорит «Заадат хум иманам», «Примножил их иман». Аллах говорит «Я позабочусь об этом, примножу вам, я помогу вам». Вы только покажите благодарность и признательность. А вы знаете, неже приведенный аят был частью речи пророка Муса, алейхиссалям. Он говорил израильтянам. Говорил им после того, как они пересекли море и думали о своих сыновьях. Вот Муса сказал своему народу «Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от народа фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, резали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью от вашего Господа». Священный Коран, Сура Ибрагим, аят 6. И вместо того, чтобы в этот момент проповедовать о терпении, потому что они были в пустыне, правильно? Он, Муса, алейхиссалям, проповедовал о благодарности. Если вы неблагодарны, то будьте уверены, что благодарность должна быть в первую очередь. Если вы будете благодарны, Аллах позаботится обо всех ваших потребностях, и Он будет продолжать добавлять и приумножать все больше и больше и больше. Аллах говорит. «И если вы неблагодарны, непризнательны, вы не увидите хорошее в этом мире». Аллах мог бы здесь сказать «Я накажу вас». Использование «Я» так же, как и Он использовал «Я приумножу вам». Но нет, мои дорогие, Он этого не сказал. Он сказал «Нет сомнения, мои наказания суровые». Это очень страшный аят, верно? Если вы благодарны, я приумножу вам. А если неблагодарны, мои наказания суровые. Но на самом деле здесь нет утверждения «если» потом. Если вы прослушаетесь к чтению, то здесь нет частички «фа». Если бы было «фа-инна», то означало бы, что если вы будете неблагодарными, то тогда непременно мои мучения суровые. Но нет, это не так. Аллах говорит, что если вы неблагодарны, все. Точка. Он даже не заканчивает предложение. Он не связал их грамматически. И только за это мы должны быть благодарны. Потому что если бы была там частичка «фа», то означало бы, если вы будете неблагодарными, то знайте непременно для вас мои суровые мучения, суровые наказания. Какая красота Корана. Хвала Аллаху. Итак, будьте благодарны Аллаху, всем, кто помогает вам, всем, кто становится причиной помощи от Аллаха. Давайте поподробнее разберем, почему же мы должны быть благодарны Аллаху. Давайте будем честными и признаем, что когда у нас все хорошо, мы благодарим Аллаха. А когда все плохо, мы жалуемся Аллаху и всем, кто окружает нас. Очевидно, что мы существа неблагодарны. Воистину, человек неблагодарен своему Господу. Священный Коран, сура Аль-Адият, шестой аят. Это свойственно человеку. И у нас много жалоб. К примеру, мы скажем, что у меня плохая работа, квартира тесная, да и дети непослушные, все время сосед кричит и мешает, жена не умеет готовить, или муж мало зарабатывает. Но давайте посмотрим, действительно ли у нас так все плохо. В этом нам поможет пророк, саллиллаху алейкум ассалям, его хадис, где он сказал, смотрите на тех, кто ниже вас в Дунии, не смотрите на тех, кто выше вас. Это поможет вам не умолять о милости Аллах, которому он вас облагодетельствовал. Хадис приводится в сборниках Бухарь и Муслим. Давайте перечислим некоторые из них. Первое. У нас есть крыша над головой. Алхамду лилля. По данным ООН, в 2020 году число бездомных достигло 100 миллионов людей. И это число растет. И еще более полтора миллиарда живут в ужасных условиях. Второе. Мы питаемся 2-3 раза в день. Иногда и больше. Мы не голодные. По данным ООН, в 2022 году более 850 миллионов голодающих людей. Из них умирают более 24 тысячи каждый день. Представьте себе. Да нет, мы же еще выбираем. Это мне не нравится. То я буду, то я не буду. Вы подумайте. Каждый день умерет столько людей от того, что им нечего покушать. Третье. У нас есть образование. И наши дети ходят в школу. Алхамду лилля. Хвала Аллаху. Сегодня в мире живет более 780 миллионов человек, которые неграмотны. Которые не умеют ни читать, ни писать. У нас есть доступ к социальным услугам. Например, медицине. А определенная часть населения до сих пор не имеет доступа к медицине. Чистой воде. Четвертое. И самое главное. Посмотрите, что даровал вам Аллах. У вас есть руки и ноги. Здоровье. Спросите у тех, у кого их нет. Это испытание для них и пример для нас. Аллаху, который не испытал нас тем, чем испытал наших братьев и сестер. У вас есть глаза. Вы можете видеть всю красоту земли. Спросите у кого их нет. Представьте, что не дай Аллаху вы были испытаны потерями зрения. В ваших глазах темнота. Что бы вы сделали? Поэтому будьте благодарны. Послушайте, что говорит Аллах. Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверовать? Аллах признательный, знающий. Священный Коран, 4 сура, 147 аят. Перестаньте быть нитиками, мрачными, пессимистами. Перестаньте все время жаловаться. Перестаньте все критиковать. Будьте благодарны окружающим вас людям. Вашим друзьям, вашим учителям, вашим родителям. Будьте благодарны за то, что у вас есть здоровье, дом, семья, дети. И Аллах непременно увеличит благо вашей жизни. Потому что это обещание Аллаха.